Если вы желаете поразить, удивить и восхитить родных и близких своим кулинарным искусством и качеством блюд, смело разбирайтесь, как приготовить горгушу в фольге в духовке, блюдо стоит того. Для того, чтобы прослыть поваром-умельцем и готовить полноценные произведения кулинарного искусства, достаточно освоить рецепт приготовления горгуши в фольге в духовке. Сама рыба, уже готовое блюдо, она полна неповторимым ароматом, удивляет вкусом и сражает на повал одним своим видом. Не бойтесь экспериментировать, невкусной горгуши в духовке не бывает, приготовьте, а потом не забудьте сохранить в книге своих самых любимых кулинарных рецептов. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Горгушу очистите и вы потрошите, отделите голову и плавники, вымойте и порежьте на порционные куски. 2. Возьмите глубокую миску, выложите в нее рыбу, в один слой, посыпьте приправой и посолите, каждый кусочек смажьте майонезом, включите духовой шкаф. 3. Очистите лук, помойте его, нарежьте кольцами и выложите на горгушу, оставшуюся рыбу выложите сверху, повторив всю процедуру. 4. Форму для выпекания выложите фольгой, на ней распределите горгушу, добавьте немного подсолнечного масла, лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Добавьте полстакана водой, в форму, начинаем готовить, температуру духовки выставьте на 190 градусов, по времени ориентируйтесь на 10 минут, как только время подойдет к концу, рыбу достаньте из духовки и на каждый кусочек положите кружочек томата. 6. Посыпьте тертым сыром и поставьте еще на 10 минут в духовку, при той же температуре, блюдо готово, приятного аппетита! 7. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот что нам понадобится. Горбуша свежезамороженная, 1 штука. Лук репчатый, 1 штука. Сыр, 200 грамм. Помидоры, 2 штуки. Приправа для рыбы, по вкусу. Соль, по вкусу. Майонез, по вкусу. Масло растительное, по вкусу. Количество порций, 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.